Добрый вечер на канале Россия 24 программа Вести Ульяновск. Итоги дня их подведу я, Ирина Шмыгова. И вот главная тема. Требования к качеству ужесточились. За последние 20-30 лет технологии ушли немножко вперед. У нас многое не делалось. Сейчас мы это наверстываем. В Ульяновскую область поступило новое оборудование для контроля качества дорожных работ. Ручной труд на самом хлебном предприятии региона останется в прошлом. Мы планируем внедрить новую линию для большего количества пускайной продукции. А также расширение ассортиментов жены и сортов. Ульяновский хлебзавод выходит на новый уровень. Августовский ветер стал для стрелков леденящим сюрпризом. Все спортсмены на месте. Ждем хорошей погоды. Ульяновский стартовал 20-й чемпионат мира по стрельбе из арбалета. В мишени целятся представители 30 стран мира. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Ульяновскую область выступило новое оборудование для контроля качества дорожных работ. Приборы будут проверять качество асфальтобетона по новым требованиям, соответствующим европейским стандартам. В этой связи, как обещают, должен измениться и метод подбора и расчета самих смесей для проведения дорожных работ. Глубина колеи в данном случае в сотых долях миллиметра. Представитель компании, поставивший новый аппарат в Ульяновск, показывает принцип работы оборудования и рассказывает о нем. В частности, говорит о том, что для чистоты эксперимента необходимо класть два образца и вычитывать показания по среднему. Об особых требованиях к составу асфальтобетона в разных регионах в связи с климатическими условиями. И главное, об ужесточении требований к качеству. С нынешнего года в Ульяновске области переходят к новым стандартам. За последние 20-30 лет технологии ушли немножко вперед. У нас многое не делалось. Сейчас мы это наверстываем. В данном случае, пока перенимаем опыт немецких технологий, то есть это машина, с помощью которой строили дороги в Германии. И строят на сегодняшний день. Этот прибор, в частности, рассчитывает некое среднее значение глубины колеи. При движении определенного количества автомобилей. Есть и другие параметры. Суть в том, чтобы проверить, могут ли производители из тех же компонентов сделать такое дорожное покрытие, о котором многие автолюбители сейчас только мечтают. Более плотное и устойчивое. Чего и требуют новые стандарты. Уплотнение на асфальтно-бетонные образцы по ГОС-9128 нужно намного меньше. И они доуплотняются в процессе эксплуатации. Немножко доуплотняются. То эти асфальтно-бетоны уже практически не уплотняются. Если там, например, качество не достигнут сразу дорожники, то покрытие нужно будет снимать и заново переделывать. Для того, чтобы не переделывать, производителям предлагают больше внимания уделять контролю на начальном этапе. На каждом асфальтно-бетонном заводе мы требуем, чтобы аналогичное оборудование было установлено, для того, чтобы уже на самом начальном этапе, на входном контроле, мы смогли убедиться, и подрядчики сами смогли убедиться, в том, что они используют высококачественные входящие инертные материалы. Пока же основная нагрузка ляжет на лабораторию департамента автодорог. Да и в случае, если все производители смогут закупить собственное оборудование, контроль за ними со стороны независимой лаборатории продолжится. Тем более, что требования к качеству ужесточились. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Сотрудники МЧС продолжают проверку сельских школ перед началом нового учебного года. Специальная комиссия выясняет, все ли образовательные заведения отвечают требованиям пожарной безопасности. Состоялась такая проверка и в Темирязевской средней школе. Там инспекторы осмотрели пути и планы эвакуации, а также проверили систему оповещения. Кроме этого, специалисты проверили наличие в школе огнетушителей и пожарных рукавов, ознакомились с необходимой документацией и выяснили, проведен ли инструктаж работников учебного заведения. В данной школе все в порядке, система оповещения работает, сигнализация в исправном состоянии, школа данные принимается. К настоящему моменту сотрудники МЧС приняли уже 16 школ Ульяновского района. К началу нового учебного года все они полностью соответствуют требованиям противопожарной защиты. Вкладывать силы в развитие производства, обеспечивать весь город продукцией необходимо каждый день. Это непростая, но благодарная работа. Пример такого труда демонстрирует Ульяновск Хлебпром. На пяти площадках предприятия производят порядка 70 тонн хлеба в сутки. Одна из таких площадок на проспекте Гая. Придерживаясь исконно русских рецептов, хлебзавод идет в ногу со временем и уже сегодня выходит на новый уровень. В планах открыть новую линию по производству ржаных сортов. Горячий ароматный хлеб. Сегодня это уже не первая партия продукции пекаря Ульяновского хлебпрома. Одного из крупнейших региональных предприятий. Сейчас здесь активно работают над модернизацией производства, которое в будущем обеспечит существенный экономический рост. Так, например, в ближайший год здесь планируется закупить новое высокотехнологичное оборудование. Это позволит резко снизить издержки производства, а значит увеличить рентабельность и повысить заработную плату сотрудникам. Более 200 миллионов рублей. Вот сумма, которую руководство собирается направить на процветание предприятия Хлебпром. Модернизацию планируют начать уже в сентябре этого года. Здесь объем производства суточный составляет на сегодняшний день 20 торт. При модернизации, соответственно, уже увеличится объем хлеба в сутки до 27. Ну и, конечно, безусловно, что касается тех людей, которые останутся здесь работать, соответственно, здесь никаких сокращений не произойдет. Это очень важно. И более того, хочу сказать, что многие сотрудники пройдут определенные курсы по квалификации, повышению квалификации. Сегодня на хлебозаводе работает 800 человек. Каждый из них в ближайшее время пройдет не только повышение квалификации, но и перепрофилирование. Оно необходимо, потому что новое оборудование потребует нового подхода и нового технологического опыта. Некоторые нововведения, наоборот, подарят пекарям больше времени для отдыха. Открытие, новые линии производства. Вот чего так ждут сотрудники Ульяновск Хлебпрома. Мы планируем внедрить новую линию для большего количества пускарной продукции, а также расширения ассортиментов жаных сортов. Она позволит этой линии нам минимизировать ручной труд, который на данный момент задействован у нас. Проект новой линии был презентован губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Ему и другим гостям мероприятия также была представлена небольшая часть ассортимента Хлебпрома, в том числе новое направление, так называемый ремесленный хлеб. Он, конечно, ручной работы, но он необыкновенно. Вот этот, вот этот, вот этот. Вот видите, вот эти багеты. У нас еще две площадки мы открыли. Сейчас открываем третий и четвертый. Вот, посмотрите, кто посмотрит. Ну, тут круассаны, которые все говорят, что их нельзя есть. На самом деле, можно посмотреть, какие красавцы. Видите, эти шоколады мои свои красивые, есть просто ванильные, есть слойки с творогом. Вот это липерпродаж, косичка с маком. Сейчас Хлебпром выпускает свыше 80 наименований хлебобулочных и более 150 наименований кондитерских изделий. Будущее предприятие, по словам губернатора, очень важно, так как оно является стратегически незаменимым с точки зрения продовольственной безопасности региона. Елена Тимонина, Ева Бушинская, Вести, Ульяновск. Сегодня в Ульяновске стартовал 20-й чемпионат мира по стрельбе из арбалета. В город прибыли порядка 350 спортсменов из более чем 30 стран. Это представители Европы, Азии и Латинской Америки. На центральном стадионе труд имени Льва Яшина с раннего утра установлены мишени. Старший тренер сборной России перед началом соревнования оценила площадку и даже успела пообщаться с главой региона и министром спорта. Испробовать арбалет решились оба. Вот, вот. Смотрите, здесь видите кружочек. И через кружок вы должны увидеть, видите, вот там такой шторючек с точечкой. Вот эта точка должна в центре кружка, куда вы смотрите, и точка в центр желтого. Все спортсмены на месте, ждем хорошей погоды. Но для нас мы уже адаптировались, стреляли на чемпионате России в таких же условиях. А иностранцам пока холодно, пока они еще не привыкли к такой температуре. Сегодня у нас кубок Волги. Но для нас это будет больше пробный старт. Посмотрим, как они у нас все собрались, в каком состоянии. Но надеюсь, что сегодня мы тоже все выиграем. И будем надеяться на высокие результаты на чемпионате мира. Пока опасения тренера связаны только с сильным ветром. Но в любом случае такие погодные условия окажутся одинаковой преградой для всех соревнующихся. Сборную России представляет команда из 50 спортсменов всех возрастных категорий. Сильнейшие планируют сражаться за награды в двух дивизионах – матчевом и полевом. Международные состязания будут проходить в регионе по 19 августа. Что такое цифровая экономика и почему эту сферу необходимо развивать в современном обществе и как она преображается в нашем регионе. Обо всем по порядку, подводя итоги недели цифровой экономики в Ульяновской области, расскажут Светлана Опенышева и Сергей Прозоров. В ежедневной программе «Тема дня», которая выходит на «России-24» сразу после нашего выпуска новостей. И на этот час у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ульяновский плюс 19, плюс 21.